Сегодня я хотел с вами поговорить о том, как добавиться дупликации в бизнесе, потому что дупликация это один из самых важных факторов в нашем бизнесе, потому что дупликация это что? Это тогда, когда ваша команда делает то, что вы делаете. Так если ты чувствуешь, что ты единственный человек в команде, которая работает, значит у тебя совсем нет дупликации в бизнесе. А если вся твоя команда делает то, что ты делаешь, тогда у тебя стопроцентовая дупликация. Ну и большинство не будет иметь стопроцентов или ноль, будет где-то там. Но как лидеры мы всегда пробуем достигнуть как можно больше дупликации в нашем бизнесе, чтобы как можно больше людей делали именно эти действия, которые зарабатывают деньги. Но если мы хотим увеличить эту дупликацию в нашей команде, есть несколько вещей, которых мы можем делать, которые помогают нам получить лучше дупликацию. Потому что если весь наш бизнес принадлежит нашу харизму или нашу личность, или какой человек, какой экстраверт мы и так далее, это не очень хорошо, потому что как личность очень сложно дуплицировать. Но с системой и так далее гораздо легче. Потому что сегодня четыре вещи я хочу поделиться с вами, которых мы узнали, когда учились у Эрик Вори в GoPro обучение. И первый шаг, чтобы получить лучший дупликации, это задание. Большинство людей приходит в наш бизнес, в сетевой маркетинг из работы. Они работали на кого-то. И работе люди привыкли, что они получают какое задание, сделали, рапортируют обратно. Сделали задание, рапортируют обратно. И когда люди приходят в сетевой маркетинг, им говорит ихний спонсор, ну все, вот подписался, давай, удачи, делай что-то. И когда человек не имеет конкретное задание, когда не имеет конкретной инструкции, он будет делать ничего. Он будет сидеть и ждать. И потому как лидер, если вы даете какие-то задания, какие-то инструкции, что надо делать именно новому человеку, он гораздо больше шанс, что он будет что-то делать, что-то работать. Я тут добавлю, Гидимина. Знаете, даже первое задание может быть такое, как вы вот с человеком, который собираетесь пригласить в бизнес, проверьте свои флакончики духов, которые вы имеете. Что там написано? ЭДТ, ЭВДП или Парфум. И это тоже будет задание. Но это даст им, знаете, то, что... А вы правду говорите? А вот, может быть, стоит и послушать, и даже этот запах будет держаться на их руке дольше, а то люди... И не будут считать, что это какие-то подделки, да? Да. Или задача, может быть, что-то такое, что поставь на свой Фейсбук или Инстаграм, какой ваш самый любимый парфум, ищу рекомендации, да? И люди начинают комментировать, там, Шанель, Армани, Гугл Босс и так далее. И тогда вторая задача – контактировать всех этих людей, которые покомментировали что-то, и предложить им наши продукты, да? Так вот, такие очень простые задания помогают нам получать эту дупликацию бизнеса. Вторая часть или второй шаг – это, что называется, компания, да? Мы в бизнесе имеем, ну, эту общую какую-то стратегию, да, которая работает и которая нам дает результаты, но через время люди как... Ставятся скучно людям, да? Что тоже самое, рутина такая, да? Так вот, компания нам помогает как активировать свою команду и как-то сделать более интереснее им. Компании, нормально, это недели или два недели, они коротенькие, но дает что-то, на чем мы концентрируемся через это время, да? Может быть, компания какой-то новый продукт сделала. И вот мы с командой говорим, давайте следующие семь дней мы концентрируемся, чтобы продать как можно больше вот этого нового продукта. Делаем посты соцсети о этот продукт, там, сообщения посылаем клиентам о этот продукт, и так далее, и так далее. Или, может быть, там, подписаться семь людей через следующие семь дней, да? И вся компания делает, вся команда делает эту компанию, да? Так это какие вот такие стратегии... Задачи такие, да. Задачи такие коротенькие, где люди, даже те, которые не очень активные, может быть, подключатся, потому что, может быть, есть какой-то приз, там, какой-то... Можно получать какое-то признание, если ты сделаешь это, да? Так вот, и такие компании опять разбудят нашу команду. Третий шаг – это инструменты. И опять, человек, может быть, сам бы не сделал презентацию или какую-то демонстрацию, какую-то живую трансляцию, но если он получит какой-то инструмент, он может использовать этот инструмент. И инструмент может быть видео, может быть, какой-то звонок командный, может быть, Zoom какой-то, может быть, какой-то каталог, например, или что-то такое, да? Чего человек может передать или переслать кому-то, или поделиться, да? Сам, может быть, он бы не сделал презентацию, но если лидер делает презентацию, он бы мог привести людей на эту презентацию, да? Так вот, когда мы используем инструменты, опять, это дает нам лучшую дупликацию, потому что человек гораздо легче будет использовать инструмент, чем сам создать какой-то инструмент, да? Ну и последний, четвертый шаг – это системы. Опять, как я говорил в начале, если наша система – это наша харизма или наша энергия, это не система, тогда это не дуплицировано. Но если мы имеем систему, тогда гораздо легче. И как наш наставник Эрик Вори говорит, должно быть одна страница. Система должна быть простая, да? Не там наша система, что привести клиентов, там 65 страниц, да? Нет, это слишком сложно, да? Что было просто. Вот если новый человек приходит в твою команду и видит твою систему для какой-то процесс в бизнесе, и он говорит, выглядит просто, выглядит, что это работает, и выглядит, что я смогу это сделать. Это хорошая система, да? И мы должны иметь системы для всех процессов нашего бизнеса, да? Как найти клиентов, как найти дистрибьюторов, как события всякие делать. Система для мотивационных программ, система для признания людей, система для строения лидеров в бизнесе и так далее, и так далее. Каждый процесс, который мы имеем в бизнесе, мы должны создать систему для этого процесса, чтобы новый человек, когда он подключился в бизнес, мы могли бы сказать, вот, вот это система для события, да? Чтобы организировать события. Или вот это наша система, как найти клиента, да? И тогда человек может взять эту систему, прочитать, ага, там три шаги или пять шагов, да, или десять, да? О, я сейчас знаю, как сделать этот процесс. Но если это все мы говорим только, это как называется сломанный телефон, да? Ты что-то сказал человеку, он что-то уже сказал другого, он там еще что-то другого сказал, и у нас в команде там пятом, шестом, седьмом уровне уже люди совсем плохо работают, потому что информация не доходит. Но когда эта информация вот на бумаге или видеоформате, он не меняется. Может быть, твоя команда 50 уровней на глубину, но тот же самый инструмент все используете, ту же самую систему. Вот, так такие четыре части, чтобы получить лучше дупликацию в бизнесе. А может быть, есть какие-то вопросы, или кто-то хотел что-то добавить сейчас? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok